Здравствуйте, мои зрители! Прогноз для скорпионов на июнь 2021 года. Что ожидает скорпиончиков у нас в июне? Мне показывают интересные картинки. Вы знаете, сколько 12 знаков, и почти половина знаков показывает какое-то обучение. Время пришло, что все по-другому идет, и каждый приходится переучиваться. Вот и сейчас мне показали картинку. Значит, первоклашка, в белых бантах девочка, фарточки. Девочка – это как дива еще. И она идет с букетом цветов, первый класс, такая радостная, довольная. То есть начало нового обучения. И при том, я заметила, что сегодня практически у каждого знака какое-то обучение идет. Уход старого и приход нового. Ну, я же говорю, новые энергии происходят, и человеку надо перестраиваться в нашем мире. Тем более с тем, что у нас сейчас происходит, вот эти локдауны там и тому подобное, то все вот как-то идет быстрым-быстрым шагом, и приходится успевать за тем, что происходит. Переучиваться, брать что-то новенькое, и ты понимаешь, что если ты за это не схватишься, например, то дальнейшего у тебя как бы развития нет. Нет работы, ну, такое, понимаете, за все новенькое надо хвататься, хвататься и развиваться. Все новое входит в нашу жизнь, столько всего нового. Ну, не знаю, не то, что там банковские карточки, какие-то там вот системы банковские, ну, короче, очень много сейчас, много информации, но вы сами знаете, что очень много входит. Вот, и скорпион там показывает о том, что вам придется чему-то учиться новому, совершенно первый раз в первый класс, ничего вы в этой области ничего не знали, не понимали, и вам придется этому обучаться, вот, и неважно в какой-то области, может быть, ну, по работе, да, и по работе, может быть, потом, ну, в семье там какие-то там ситуации происходят, то есть у каждого своя область будет, ну, вот это как ступень обучения, что-то новенького, чего-то новенького обучаться. Также мы с детьми, например, да, они нам, хоп, преподнесли подарок, обучение онлайн, у них там совершенно что-то новенькое, и вы вместе с детьми тоже обучаетесь, вот, то есть этот вот месяц вам будет показывать, что вот обучение, смотрите, для того, чтобы ваш там ребенок учился, нужно, ну, прообрести какие-то, я не знаю, ноутбук какой-то, планшет, то есть телефон для того, чтобы ребенок научился работать в этих программах. Ребенок учится, и вы должны же с ним обучаться, потому что вы же должны ему потом помогать, вот, то есть вот что-то новое будет входить, вот, совершенно вот новое, потому что вот показали, вот, девочка первый раз, первый класс, и вот как дива какой-то, девочка как дива, ну, идти придется дальше, придется обучаться. У нас жизнь такая, вот, и я тоже так же обучаюсь, то же самое, что-то новенькое приходит в жизнь, вот, и начинаешь обучаться, а без этого нет. Вот сейчас я устроилась на новую работу, вот, я там работала в программах, там 1С работала, там еще там Агент-2, ну, программа в этих, господи, в табличках там работала, а сейчас пришла на новую работу, там вот совершенно другая программа для, вот, бухгалтерии, вот, совершенно другая программа. Я такую программу вообще даже не встречала, понимаете? А что делать? Если я не обучусь, я не буду работать. Вот, то есть вот я вам привела пример, как вот у меня происходит. Ничего я посмотрела, оказывается, не так это и сложно, потыкалась, потыкалась, час бросила, потом опять села, потыкалась. Ничего, все потыкалась, сама при том, мне говорят, нажимайте туда, нажимайте туда, а у меня ничего не выходило. Ничего, все вышло, все получилось. Ну, часа 3 посидела, и все, и стала работать в этой программе. Так что вот так оно происходит. Так что всем удачи, скорпиончикам, обучайтесь чему-то новому, вот, и оно будет в этом месяце, месяце обучения. Всем удачи, всем пока.